Если вы духовно некрепкие, то этот город вас уничтожит. Они говорят, что ждут ответственных игроков, но если бы это было правдой, этого места не было бы. Люди приезжают в Лас-Вегас ради ярких огней и гламура. У меня был клиент, который выиграл 360 тысяч долларов за 12 минут. Моя работа – искать богачей, которые любят играть. Но если взглянуть поглубже, в городе есть второе дно. Один раз тебя заклеймили бомжом, и больше у тебя прав нет. Это Цезарь Пеллес. Цезарь Пеллес прямо над нами. В туннеле живут люди, а в паре метров от них – миллиардный отель. В скрытых от туристов локациях живет растущая комьюнити бездомных людей. Прямо под их казино. Иногда чувствую себя чудищем подземелья. Нож держу на поясе. Здесь без этого вообще нельзя. Ребята, я в Америке, штат Невада. И последние несколько недель были сумасшедшими. Мы с моими друзьями, британскими блогерами-документалистами, Стивеном Прайером и Эмили Лэнг решили снять изнанку Лас-Вегаса. Разводки в казино, девочки. И, конечно, туннели. Самая темная сторона этого города грехов. В итоге Стивен и Эмили спустились туда. Скажи, когда вы с Эмили спустились в эти тоннели, насколько большими они оказались и сколько людей там живут? Сами тоннели тянутся откуда-то из-за пределов Лас-Вегаса. Так что они длиной сотни миль. Сотни миль подземного города. Но они довольно тесные. Я намного выше Эмили, так что ей было, типа, нормально, а я еле проходил. Постоянно шел вот так. Вам было там страшно? Люди там агрессивные? Ну, мы не были прям напуганы. Но наш самый большой страх был связан с тем, что мы просто не знали, с чем нам там придется столкнуться. С какого рода людьми. Людям там угрожали оружием, их избивали. И ты всегда держишь это в голове. Не знать, что тебя ждет, вот что самое страшное, что там было. Я хочу показать вам этот выпуск. Сразу скажу, Стив Фэмили не будут делать выпуски для моего канала. У них есть свой канал, The Wonder Guys. Кстати, если вам интересно, если вы говорите по-английски, то ссылку на него я оставлю в описании. Но автором погнали, остаюсь только я. Но поскольку над этим выпуском я работал напрямую, и получился он круче, чем я мог ожидать, я хочу вам его показать. Итак, ребята, Лас-Вегас, каким вы его еще точно никогда не видели. The Wonder Guys и погнали. Забудьте все, что вы знали про Вегас. Если я подойду к девушке в казино, меня обвинят в снятии проститутки. Но если я вызову по телефону эскорт, то это абсолютно законно. Мой фильм перевернет ваши отношения. Если у вас нет воли сказать «нет», через два года вы труп. Вы пара? Нет, нет. Лица городов. Ребята, а вы заметили, что обычные гаджеты уже давно вышли за пределы своих привычных функций? Ну вот, например, часы. Мы же давно уже не используем часы, чтобы просто посмотреть время, правильно? По сути, часы превратились в нашего личного ассистента, который следит за нашим режимом, состоянием здоровья, физической нагрузкой. И все это реализовано в новых смарт-часах, созданных компанией из Тюмени в Кейс Гуру. Перед тем, как выпустить свою новую модель, версию 2.0, в Кейс Гуру учли все пожелания. И вот что получилось. Во-первых, смарт-часы очень долго способны работать на одном заряде, что, согласитесь, в путешествиях, когда под рукой розеток нет сутками, очень важно. Во-вторых, отличный амолед-дисплей. Он не бликует на солнце, сохраняет все цвета яркими и насыщенными, и расходует минимум энергии. В-третьих, как я уже говорил, часы замеряют все основные показатели здоровья. Время сна, уровень кислорода в крови, пульс и так далее. А если вы занимаетесь спортом, то можно использовать более 100 спортивных режимов от бега и йоги до тяжелой атлетики и альпинизма. И отдельное спасибо за классный дизайн. У часов прочный корпус из авиационного алюминия и очень приятный, мягкий ремешок, качественный, из гипоаллергенного медицинского силикона. И, наконец, цена. Стоимость стартует от 6 тысяч рублей. Это честное и выгодное предложение, при том, что все нужные функции реализованы в смарт-часах Кейс Гуру на качественном и интуитивно понятном уровне. Получить всю дополнительную информацию можно по ссылке в описании, ну или по QR-коду на экране. Просто отсканируйте его. Ну а по промокоду ПОГНАЛИ вы получите еще и дополнительную скидку. Мы едем на встречу с Робом из организации, которая помогает бездомным людям Лас-Вегаса. Около полутора-двух тысяч людей живут в туннелях города. Мне немного тревожно, потому что сейчас я увижу совсем другой Лас-Вегас, которого я не ожидала. Эндрю Каллоган Роб лечится от игровой зависимости. Он жил в туннелях Вегаса, пытаясь взять свою жизнь в руки. И сейчас он помогает таким же беднягам. А приезжающие в Лас-Вегас знают о местной бедности? Немного. И говорить об этом тоже не хотят. Ведь туризм – это золотая жила. Да. Единственная причина, почему у нас тут бомжи, еще никто не придумал, как на них зарабатывать. Бабки делаются на траве, на чем угодно, но пока не на помощи людям. Да. Они отведут тебя вниз. Люди, наверное, не захотят, чтобы их снимали. Может, подумаем о безопасности? Там так же, как если ходить по району ночью. Меня беспокоит наша безопасность, но вроде пока ничего. Меня немного трясет. Я слышала истории о тех, кто снимает фильмы. Типа, на них оружие наставляли, прогоняли. Им были не рады. Сложно не думать об этом, когда заходишь в тоннель. Внутри тоннеля темно. Перед собой ничего не видно. И мусор валяется на каждом шагу. Куда не ступи. По пути надо держаться правее, потому что слева вода. Она везде. Включите свет. Есть кто-то дома? Осторожно, не наступите на вещи. Тут так много вещей. И они все это тут хранят? Тут вообще можно ходить? Да. Так, тут осторожнее. Береги себя, дружище. Скоро мы найдем собеседника. Его зовут Хасл. Он живет в тоннелях Вегаса три с половиной года. Хасл, мы заметили нож у тебя на ремне. Мы можем к тебе подойти? Я всегда держу при себе нож. Без этого внизу никак. В тоннелях свои законы. Надо всегда иметь с собой нож. Что ты имеешь в виду? Наверху. Если тебя поймают на воровстве, тебя хлопнут по руке. А тут внизу просто убьют. Это будет стоить тебе жизни. Что привело тебя в Вегас? Неужели тоннели? Я убежал от статьи «Колорадо». Обвинение пустяковое, но в клетке я сидеть не захотел. Вот приехал сюда. Начать жизнь сначала. Пока что все нормально. Гопы меня тут не достанут. Надеюсь, что скоро найду что-то постоянное. Но если я не смогу взять ее с собой, она – весь мой мир. Я оживу ею. Она – мой свет во тьме. Да. Мой охранник. Мой лучший друг. Если бы тебе предложили куда-то поехать, но ее взять было бы нельзя, то… Даже не говори. Да. Я никуда без нее не поеду. Она тебя правда любит. Да, она почти единственная. В мире мало кто меня еще любит. Есть мама, папа уже умер. Есть пара братьев, сестер там наверху, но вряд ли они знают, где я. Жив или нет. Да. Подыши. Подыши. Дыши. На чем ты спишь? У меня тут все есть. Мой скейтборд, моя собака и сумка. Ну и еще парочка необходимых предметов. Это все. Что тебе нужно, чтобы выбраться отсюда? Мне нужен тот, кто ни за что не разлучит меня с ней. Я никогда ее не брошу на произвол судьбы. Она спасла мне жизнь, когда я ее нашел. Я сдался. Она подарила мне смысл жизни. Что его тут держит? Что? Не знаю. Стыд, обида, чувство вины за то, что он сделал в прошлом. Мы прямо под каналом Вегаса. И давайте посмотрим, что над землей. Это Цезарь Пелос. Цезарь Пелос прямо над нами. Род Стюарт написано. Буквально несколько метров от людей, которые... Интересное противопоставление. Мультимиллиардерские казино и отель. А тут внизу люди пытаются как-то свести концы с концами. Покойся. Покойся. Покойся с миром. Пусть будет проклят предатель. Эй, малышка, не бойся. Привет. Вчера я пытался с ней. Черт! Мне никто не сказал, что тут будет кошка. Да, она тут со мной живет. Боже, как мило. Джей, это наша новая подруга, ее зовут Эмили, и оператор Стив. Привет, Джей. Как дела? Привет, Джей. Ничего, если мы будем тебя снимать? Да-да, снимайте. Нет, правда, тут камеры. Ничего. Вы уверены? Да пофиг мне, снимайте, что хотите. Джей живет в тоннелях 8 лет. У него мало вещей, но он любит кошек. Как и я. Когтеточка просто шикарная. Даже у моей кошки такой нет. Ну да. Думаю, кто-то заплатил за нее пару сотен долларов. Высочайшее качество. И... прямо из помойки. У тебя тут целая инсталляция, Джей. Расскажешь, что это? Да-да, расскажу. Кровать у меня из палет. Сверху матрас. Мне его отдали. Вещей у меня мало, а много и не надо. Главное иметь что-то на случай дождя. Потому что если будет ливень, через полчаса нас затопит. Полчаса вроде кажется много. Залезь куда-то наверх, верно? Но тут все не так. Вещи сразу промокнут. А сушить их придется много дней. Спасительного места просто нет. Тоннели были построены для сточных дождевых вод города. Это значит, что даже если дождь идет на окраине города, вода все равно польется в этот тоннель. У многих жителей тоннеля есть питомцы. Хорошее настроение Джея внезапно меняется, когда он рассказывает, что случилось с кошками его друга в последнее наводнение. Мы были в соседнем тоннеле, а там совсем рядом были другие парни, и в том числе Фрэнки. Мы услышали, что вода приближается, и начали им кричать. Мы побежали на улицу, и вдруг видим, что Фрэнки тащит за собой палатку. Мы кричим, «Зачем она тебе?» А он говорит, «У меня там три котенка, а внутри оказалось два». Иногда питомцы – единственное, что осталось у этих людей. Ужасно. Мы потеряли много животных за этот год, и теряем еще во время потопа. Каждый раз, когда идет дождь, сюда заливается вода, и в каждый потоп нам приходится их спасать. Для людей, подобных Джею, даже во благо не имеет ничего ценного, потому что, когда уходит худшее, а это случается регулярно, им, по сути, почти нечего терять. Питомцы, с которыми живут люди в туннелях, единственные существа, которые любят их без условий, и наоборот. Поэтому, даже если им предлагают помощь, они отказываются. Они не уйдут без своих зверей. Часто любовь к четвероногому другу держит их тут, потому что это безусловная любовь. Многие приезжают в Лас-Вегас не только для того, чтобы проиграть много денег, но и для того, чтобы потратить эти деньги на шоппинг. Есть здесь и большие моллы, и аутлеты с приятными скидками. Но я лично только ради этого в Лас-Вегас бы не поехал бы никогда и вам не рекомендую. Потому что сейчас фирменные товары из американских магазинов можно легко купить на US Mall. Там огромный выбор вещей, в том числе те бренды, которые трудно достать в России. Levi's, New Balance, Tommy Hilfiger, Nike и многое другое. Сейчас самое время готовится к холодам, а на US Mall огромный выбор верхней одежды и обуви, а также витамины, БАДы и товары для здоровья. Все, что необходимо для поддержания себя в осенне-зимний период. Ну а для тех, кто еще и спортом занимается, на US Mall огромный выбор кроссовок, причем, самое главное, все оригинальное, а не подделки. Оформить заказ очень просто. Заходите на сайт US Mall, выбирайте там все, что вам нравится, оплачивайте карты любого российского банка и это, собственно говоря, все. US Mall выкупит для вас эти товары и доставит их вам примерно за 2-3 недели. Если что-то перепутают или придет брак, то US Mall вернет вам деньги. Чуть не забыл, при заказе обязательно используйте промокод ВЕГАС. С ним вы получите скидку абсолютно на все категории товаров. Скачивайте приложение по ссылке в описании или по QR-коду и покупайте брендовую одежду, обувь или товары для здоровья на US Mall. Все, кто был в программе по выходу из зависимости узнают это помещение. Это и страшное, и самое лучшее помещение. Два года назад я начала выходить из мрака. Я пила до беспамятства, что привело меня к зависимости, которая чуть меня не убила. ты была в рехабе? Да. Да? Я чуть не умерла. И это то, что... Прости, меня эмоции захлестнули. Я благодарна за это. Мне вообще очень сильно повезло. это огромная привилегия. Из всех смертных я... Я должна быть благодарна за то, что смогла это сделать. Я пришла туда с девизом «У меня все отлично!» Я живу прекрасно! Да, я понимаю тебя. Узнаю в тебе себя. Да, да. Мне было хорошо. А потом мне сделали анализ крови и сказали «Ваша печень в полной жопе!» А я такая молодая, и они сказали мне «Ты умрешь! Ты просто умрешь!» Я благодарна им, потому что если бы мне это не сказали, я бы продолжила бухать. Сто процентов. А что случилось с тобой? У меня был алкоголь. У меня был героин. Он был на первом месте. Я... Я бомжевал пять лет. Жил в прекрасном месте под названием Мулен Руш. Казино, закрытое уже 70 лет. Ого! У нас там была небольшая квартирка, полный дурдом. Два с половиной года прошли, как в тумане. Я сдался, мне не хотелось даже просыпаться. Это классика, когда тебе не хочется просыпаться. Да. Я так злился, когда меня кто-то будил. Еще не придя в себя, я начинал уже злиться, понимаешь? Мне казалось, что уже все, это конец. А меня опять возвращают. Мне хотелось уйти, просто не хватало мужества сделать это самому. Понимаю. Роб показывает мне свой тоннель. Мой тоннель был вот здесь, рядом с этим. вот тут, в этой точке. Да. Там буквально вот такой стык был, не вру, прямо вот так узко. Все тоннели разные, где-то высокие стены, где-то лестницы, а у меня был потаенный уголок. Однажды Роб, бомжуя, подвергся нападению. Это изменило его жизнь навсегда. Я возвращался домой, было темно. Трое парней шли за мной. Они шли в том же месте, что и я. У них были топор, нож и труба. Они ударили меня пару раз по голове, вонзили нож в ногу, сломали мне челюсть, а потом оттащили на ЖД пути и бросили умирать. Я очнулся три дня спустя в больнице. Я пытался руками пощупать лоб и вдруг почувствовал Бога в палате. Это было нечто прекрасное, как будто Он снизошел на меня сквозь туман Морфия. Проблема бездомных существует во всех больших городах. Но сумасшедшая магическая фишка в том, что в Вегасе они живут буквально у богачей под ногами. Джо работает за Зывалой в одном из крупных отелей. Он сам прошел программу лечения и стал волонтером по работе с бездомными, живущими в тоннелях. Он в уникальном положении, потому что видит разницу между богатыми и бедными. Ты как будто стоишь одной ногой в сверкающем мире богатства, а второй прямо здесь. И ты работаешь в зажги свет. На основной работе меня унижают миллионеры. А спускаясь вниз, я протягиваю людям сигарету и они видят во мне человека. Я вырос в этом городе и не знал про тоннели. У меня открылись глаза. Никто не знает про эту часть Вегаса. В паре метров от них люди живут и умирают. В этом году в Вегасе проводится суперкубок НФЛ, принесший в город миллионы долларов. А для бездомных это стало особым подарком. В кавычках. Во время суперкубка всех жителей тоннелей прогнали, потому что посетители казино не хотят видеть бомжей. Мировые СМИ приехали в город. Зачем им показывать всякую дичь? Это же не игра «Убей крота». То есть они не придумали решение? Да. Решили просто прогнать их из города? Да, такое мероприятие приносит кучу денег. У нас и так казино миллиарды зарабатывают. Миллиарды в месяц. Миллиарды? Да. Стриптиз принес 730 миллионов в том месяце. Город напоминает какой-то Диснейленд. А он? Да. Неприкосновенный. Да, Диснейленд для взрослых. Бездомные люди, наркомания, нарко и секс-торговля. Тут все есть. Просто за красивой ширмочкой. Если я пойду на бульвар, мне нельзя ни стоять, ни сидеть. Иначе меня упекут в тюрьму на полгода. Либо штраф тысяча баксов. Я сообщу вам, когда будет кэш. Нельзя стоять, даже если ждешь лифт. Нажал кнопку и ходи кругами, пока ждешь. А почему тебе нельзя вести себя как все? Один раз тебя заклеймили бомжом, и больше у тебя прав нет. Это реальность. Но богатым счастливчикам разрешено веселиться на этой игровой площадке. Таким как Джон. Он работает директором одной из крупнейших сетей казино в городе. А вот и он. Привет, Джон. Привет. Проходим. Да, проходите. Мы идем. Ты сказала, что не одна. Да. Слушай, если я вот такая пришла в казино, никогда раньше не играла, но у меня есть сто тысяч. Куда ты меня поведешь? Ну, я тебя сразу поведу к психиатру. Это я точно сделаю. Потому что тут должно быть весело. Мне не нужны твои деньги. Для меня это использование человека. Зачем мне это? Я хочу спокойно спать по ночам, как и все. Я видел, как люди продают дома после поездки в Вегас. Я пекусь о своих клиентах. Искренне. Какую самую большую ставку ты видел? Ну, тысячи долларов на рулетке. Ты следишь за известными людьми время от времени? Да, слежу. У меня есть звездные клиенты, инфлюенсеры, очень известные люди. А нет чувства неловкости или это у вас личное? Когда я пришел в этот бизнес... Да уж. Простите, чувства. За время работы Джон повидал много безумных историй. Некоторые были трагичными. Мой лучший друг помог мне стать тем, кто я есть. Черт возьми. Ваш лучший друг умер? Да. Ты сказал, что этот город убивает. Да. Ты про пороки? Или про то, что легко доступно? Здесь много кокаина. Да. тебе дадут его попробовать. Да. И ты согласишься. Да. Вокруг люди сотнями тысяч долларов. Да. Если не хватит силы воли, через два года ты труп. Именно. По щелчку пальцев. Да. Девчонки, парни, кошмар просто. Да. это я знаю не понаслышке. Я прошла через такое соблазн, и теперь мне тяжело жить здесь. Ты говоришь о нем. Похоже, он был очень хорошим парнем. Он хорошо работал, но случилась трагедия. он не был плохим человеком. Конечно, не был. Еще раз. Многие казино тут заявляют, что надо играть с умом, но это чушь. Как и с алкогольным бизнесом. Тебе говорят, что это вредно, но продают на каждом углу. Они ждут ответственных игроков. Но если бы это было правдой, этого места не было бы. Здесь, если ты слаб духом, город тебя уничтожит. Если у тебя есть вайп, ты найдешь бухло, наркоту. Если у тебя нет тормозов, к твоим ногам жратва, женщины, секс, игра, наркота, алкоголь. Если ищешь, то найдешь? Да. Лас-Вегас пункт назначения номер один в мире для самоубийц. Сюда приезжают люди, чтобы убить себя. Тут привычны все формы самоубийства. Прыгают с крыш, с балконов, покупают оружие, стреляются. Последнее ура! Но об этом никогда не пишут в газетах. Они держат город в ежовых рукавицах. Добро пожаловать в сказочный Лас-Вегас, Невада. Выходя из тоннелей, мы наткнулись на Айриша, который жил здесь. Но недавно нашел пристанище на земле. Сколько вы прожили под землей? 12 лет. 12? Ого! Да. Мой сын погиб. Соболезную. Да, его убили. Он получил футбольную стипензию. Его друзья по команде позавидовали и застрелили его. В тот день я умер. В казино настаивают на том, чтобы арестовывать бомжей. Им нужны деньги туристов. Город построили для отъема денег. На нас им плевать. Да. Они пытаются сделать незаконным то, что люди кидают нам деньги. Человека, который на улице дал тебе денег, теперь могут оштрафовать. Они штрафуют людей, которые кинули вам двадцатку или пятерку? Именно так. И с них возьмут штраф? Да. Если дали вам денег. Они пытаются это пропихнуть. Жить тут сложно. Да. Люди говорят, что мы выбрали легкий путь. Ничего легкого тут нет. Это выживание. Никто не выбирает такую жизнь. Никто. Ариш, а люди, которые приезжают в Лас-Вегас, селятся в отелях, ходят в казино, они знают, что тут есть нищие. Они называют нас люди-кроты. Плетут байки о том, что мы хотим их ограбить. Никто не хочет их грабить. Они не хотят, чтобы туристы нас видели. Им нужны деньги туристов. Уэйт Паттерсон. Если бы все приезжие кинули четверть доллара в корзину, бомжей бы тут не было. Это самое безумное место, что я видел в жизни. Видел по телеку и думал, прикольно было бы туда съездить. Но все не так. Это полное извращение. этот город живет благодаря туризму. Тут приветствуется любой бизнес, на который приезжие могут потратить деньги. Люди приезжают сюда, ожидая увидеть высокий уровень сервиса и роскошь. Это просто дикость на самом деле. Человек приезжает сюда и выбрасывает 500 тысяч баксов за покерным столом, даже не думая про это. Но есть и другая сторона медали. Проблема города, которую никто не хочет видеть вообще. Конечно, такое есть не только в Вегасе, есть везде. Но вот тут они особенно слепы. Люди, живущие под землей, смотрят снизу на Цезарь Пелос. Для них это не город богатства или гламура или гедонизма. Там внутри люди пытаются просто выжить. Вот и все. Видя, чем стал Вегас, очень легко забыть о том, что этот динамичный мегаполис стоит посреди сухой выжженной пустыни. Город был основан в 1931 году. Работы начали вестись возле дамбы гувера. Это привлекло огромное количество молодых рабочих. Они строили театры, казино, чаще всего финансируемые мафией. Из-за этого бума Лас-Вегас приобрел высокий статус для инвестиций. Повысилась рождаемость с 30-х годов до 2000-х. За этот период население города начало расти и растет каждую декаду. Население Лас-Вегаса увеличилось в 600 раз с 31-го года. Сейчас тут живет 3 миллиона людей. Ни один город в Штатах не увеличил свое население в таких размерах за то же время. Он даже стал самым ярким городом планеты, видимым из космоса. Более 42 миллионов людей посещают Лас-Вегас ежегодно, а потрачено в нем за 22-й год более 45 миллиардов долларов. работают в индустрии азартных игр. Это больше, чем любая сфера занятости в Неваде. В пересчете это свыше 38% всех рабочих мест в штате. Казино крупнейший источник налогов для Невады. Они приносят 6 миллиардов долларов в казну каждый год. Важно помнить, что ничего этого не было бы без отелей и казино. Сложно представить себе, что бы здесь было без мега-курортов. Например, я приехала сюда со 100 тысячами долларов. Ну, просто представим себе, что у меня 100 тысяч. Да. Что ты мне скажешь? Что мне делать дальше? Ну, я спрошу, ты хочешь на эти деньги поиграть или просто хочешь потратить их на удовольствие? Некоторые люди просто хотят развлечься. Не все, у кого есть деньги, играют. чаще всего люди, имеющие такие деньги, уже всего достигли в жизни. Их сложно удивить. Они хотят чего-то выдающегося. Например, классный номер в отеле. Есть ли у вас какие-то дикие истории про таких китов? но есть те, которые только начинают тратить от миллиона долларов. Например, Ватанабе. Я с ним не пересекался, но слышал много историй. Терри Ватанабе известен как крупнейший лузер в истории Вегаса. Его ставки в Вегасе превысили планку в 825 миллионов долларов. Цезарь Пелос он проиграл почти 127 миллионов в 2007 году. Это самая крупная череда проигрышей в истории Вегаса. Керри Пакер тоже известен как величайший лузер всех времен. За один вечер он проиграл 33 миллиона долларов в казино Беладжо. Этого парня забанили в казино после того, как он выиграл 26 миллионов. Он прославился тем, что заплатил по миллиону долларов каждому санитару в скорой, когда почувствовал боли в груди. Миллионер Арчи Каррес дольше всех выигрывал в истории Лас-Вегаса. Более трех лет, начиная с 92-го, он превратил заем в 10 тысяч долларов в 40 миллионов к 95-му, просто играя в покер. Однажды он выиграл в казино Биньон фишки на 5 тысяч долларов. Череда его удач закончилась в 95-м. За три недели он проиграл 30 миллионов долларов. Есть еще один парень из Техаса, не буду называть его имя, он благословляет этот город. Игрок миллионер. Тратит 200-300 тысяч долларов только в ночных клубах. 50 тысяч он дает на чаевые. всего набирается до 150 тысяч чаевых. У меня был клиент, который за 20 минут выиграл 360 тысяч долларов. Ого. Он забрал их домой? Нет. Есть какой-то момент конкуренции между игроками? Кто-то делает крупную ставку. Я говорю, отвечаю. Хорошо, начинаем играть. Потом игра выходит на новый уровень, где люди проигрывают сотни тысяч долларов или миллионы, там уже это значение не имеет. Иногда они берут в долг под 5 или 5,5 процентов. Многие так делают. Просто богатые игроки рискуют. А вот очень богатые понимают, сколько они теряют и просчитывают потери. В среднем мы даем гарантию возврата на слишком большой проигрыш. То есть, если ты проиграл огромные деньги, то мы вернем тебе 5 процентов. Но, конечно, речь не идет о 20, 30 или 50 тысяч долларов. Тут мы говорим о сотнях, сотнях, сотнях тысяч долларов. Проиграл полмиллиона, мы часть тебе вернем и ждем снова в гости. У Джона фирма по частному сопровождению. И благодаря его сервису мы увидели причудливую сторону города. Я доставлял заказы некоторым знаменитостям вот сюда. Одного я называть не буду, но он владеет брендом текилы. Вот звезды, у которых есть свой бренд текилы. Я точно знаю, кто это. Не знаю. Я поехал в магазин, а он не пьет свой бренд текилы. Секс-бизнес очень широко представлен в Лас-Вегасе. Проституция в Лас-Вегасе легальна, но только если услуги предоставляются в публичных домах. В округе Кларк, где и находится Лас-Вегас, публичных домов нет. Девочки с доставкой прямо на дом. Я не могу пройти по казино после десяти вечера, чтобы ко мне не подошла девочка. Эй, папуля, ты куда идешь? Если я подойду к девушке в казино и предложу ей деньги за то, чтобы она провела со мной время, меня обвинят в снятии проститутки и посадят в тюрьму. Но если я позвоню в агентство эскорта и заплачу за то же самое, то это легально. Это же абсурд. Но если приезжает какой-то крупный толстосум, то на его запросы закрываются глаза? Так? Конечно, на его запросы закроют глаза, если нет компромата. Уверен, что такое бывает. Меня лично не просили об этом, но я понимаю, что отель-казино должен заботиться о постояльцах. По улицам постоянно ездят фургоны стрип с рекламой. И у всех девушек есть доступ в отель. Это сервис эскорта? Это маркетинговая компания. Оплата разная. 49 долларов, 59, 69. конфетка на дом. Звонишь им, они записывают информацию по твоей кредитке и снимают с тебя бабки. конфетка почти сразу стучит в твою дверь. Привет, я здесь. И, кстати, я работаю за чаевые. Ты говоришь, но я же заплатил. Она такая, ты заплатил фирме, чтобы я приехала. А теперь поговорим о моей оплате. И начинается торг в зависимости от услуги, которую ты от нее ждешь. А это законно? Эта компания делает точно то, что они рекламируют, а значит, не нарушают закон. Верно. Это законное мошенничество. А сколько раз в день люди говорят, ты не девушка с плаката? Ох, сынок, к тебе никогда не приедет девушка с плаката. Итак, я хочу показать вам один райончик. Он особенный. Выглядит как пустая парковка. Вон там фирма Стрип. А тут невероятно известный клуб Вегаса. Вот он. Он называется Зеленая дверь. Именно это заведение подарила Вегасу славу города секса, рок-н-ролла и гедонизма. В Британии, как и во всем мире, есть, конечно, ночные секс-клубы, но это очень особенный клуб со старейшей историей. Посмотрим, что там. Мне кажется, они специально сделали такую стрёмную вывеску. Да. Что же там внутри происходит? Даже знать не хочу. Точно. Там могут быть индивидуальные комнаты, да что угодно. люди могут приехать в казино и спросить про это. Им ответят, ничего такого. Но есть такие клубы и отели, где девушки сидят и ждут клиентов. однозначно есть районы, на которые правительство просто закрывает глаза, если это приносит им прибыль. И, похоже, этот клуб один из таких. Тут ночами жизнь кипит. Посмотреть внутрь нельзя. Можем вернуться позже, но не уверена, что нас впустят. Слышала ли я о нем раньше? Нет. Но если наберете в поиске «Секс Лас-Вегас», что само по себе странно, искать-то не надо. Первое, что вылетит, вот этот клуб. И там даже отзывы будут. Не уверена, что они там продают алкоголь. Это интересно. Потому что, глядя на это заведение, сразу думаешь, что там бухают. И безгранично. Не советую гуглить «Секс в Лас-Вегасе». Выбор еды в Лас-Вегасе феноменален. Это мека для экстравагантности. Кто-то приезжает ради мишленовских ресторанов. Тут их куча. Где-то здесь есть, по слухам, самый романтичный ресторан. С видом на Эйфелеву башню. Ненастоящую. Ресторан «Гай Совой» в отеле «Цезарь Пелос». У него две звезды «Мишлена». Артишоки и суп с черным трюфелем, бриошь в тосте с маслом из черного трюфеля. Многовато трюфеля на один обед. Говядиновая гюл, лобстер, капуста с окинавским картофелем, таро, коралловый сок, тото-де-муар и конфитюр. Это стоит 720 долларов на человека. Ничего себе. Нельзя входить в шлепках и головных уборах. Тебя не пустят. И меня тоже. Вы ведь знаете, что чем дороже ресторан, тем меньше порции. Я бы ушла отсюда голодной. Ресторан «Пикассо» в отеле «Беладжо». У него две мишленовские звезды. Филе-миньон из японской говядины вагю и «Симфония овощей». 175 долларов. Мелочи какие. Если ты хочешь, чтобы тебе подали японское филе вагю, заплати 175 долларов сверху. Да. Черная икра по запросу. Ценовая категория 4. 4 доллара? Ага, мечтай. Там это написано? Нет, 155 долларов сверху. Мы пришли в ресторан Джора Бишона на углу неподалеку. У него три звезды Мишлена. Видишь фотку этого Джо за столом? Кажется, он уже умер. От своей еды? Вырежи это. 355 долларов с икрой. Но за нее надо доплатить 100 долларов, чтобы сверху положили. Смотри, заказываешь курицу по-генуэски на двоих. Доплата еще в 140. 500, и это без вина. 4 подачи. Это безумные деньги. Абсолютный перебор. Наш бюджет, разумеется, не позволяет все это попробовать. Но мы тоже можем шикануть. Уверена, что эта еда не может сравниться с той, что продают за 770 долларов с человека. Но мы нашли крутое место, называется терапия на Фремонт-стрит. Вот их вывеска. Тут цены? А нет. Это правило. В одежде цвета бант нельзя. Здесь атмосфера Ливерпуля в субботний вечер. Скажу честно, очень круто, классно, более расслабленно, аутентично, как-то более по-американски. Шоу тут почти нет, не как в районе Стрип. В том районе было ужасно, если честно. Ходила как под джунглем. А тут я хожу и понимаю, вот это то, что я знаю. Мне это знакомо. Что вы тут делаете? Это змеи, можешь с ними сфоткаться. А у них есть имена? Нет. Ты готова? Нет, нет. Да они не опасны, ты чего? Нет. Тут даже селебрити приходят, и ничего. Знаю, но... Они тебя не укусят. Знаю. Что? Хочешь, чтобы я это сделала? Давай, давай. Боже, нет. Ты сумасшедший, я не хочу. Ничего не бойся, она смирная. Господи, боже. Да все хорошо. Чего ты так испугалась? Она же тебя вообще не трогает. Смотри, она просто висит, и ничего. Господи, боже, боже, боже. Ну все, сделали фото. Она куда-то ползет? Все, не переживай. Я стараюсь. Мой парень знает, как обращаться с пенисом. Он у него тоже шею обвивает. Все, забирайте. Боже мой. Может, еще одно фото? Понравилось? Нет, нет, нет. Еще тут есть ресторан с больничными накидками. Еда бесплатна, если ты весишь больше 130 килограммов. Но если не доешь свою порцию, тебя отшлепают. Ты приходишь сюда, тебя взвешивают. Тебе дают больничный халат, капельницу. Ничего не впрыскивают. Наверное, это незаконно. Потом тебе дают бургер с семью котлетами. Если доешь до конца, то это бесплатно. Я точно знаю, что семь котлет я не съем и не хочу, чтобы меня шлепали. Поэтому в интернете нашла место, где можно просто поужинать. Мы вышли из центра города. Вот место, которое я нашла по рекомендациям. Оно не очень известное. Мишленовских звезд у него точно нет, но его очень хвалят любители вкусно покушать. Даже богачи сюда приезжают. Мы не богачи, но решили зайти. Якобы тут дают горячую еду и бутылку шампанского в подарок. Посмотрим. Какая же красотища. Расскажите мне, что это? Это фунт свежей говядины с сыром, маринованными овощами, сыром пармезан, чесночном айоле и еще бекон. Бутылку шампанского я принесу. Хорошо? А это что? Это соус с индейкой и картофельные шарики. Боже мой, я столько не съем. На бокальчик. Конечно, только один. Господи. Как же мне все это разрезать? Я даже не знаю, что делать. Погоди. Давай. Кусай. Чувствуешь себя богачкой? По-богатому. Боже, правый. Я в таком восторге. Я даже слов подобрать не могу. Честно. Это искренне лучший кусок мяса в моей жизни. Боже мой. Надо же. Наслаждаешься? Я игрок высшего класса. Чувствую себя так. Это так круто, как в казино. Я выиграла крупный куш. За эту неделю я решила проверить на себе, каково это быть игроком в Лас-Вегасе. Ты сделала ставку? Мне что, деньги надо кидать? Ну да. Теперь нажимаю и жду. Спасибо. Да, вот тут еще. Хорошо. Ты выиграла? Да я понятия не имею. Ну вот. Пропал мой доллар. Что ж, почти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова